7 марта в понедельник ни в коем случае не делайте это чтобы не привлечь беды и не про проблемы а также неприятностью в свою жизнь также в этом видео удели внимание народному празднику которые отмечались на отмечали наши предки поговорим о народном календаре уделим внимание лунному поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца вас как всегда приветствует канал зато река для тебя заходите на сам канал там много полезной и важной и нужной информации итак друзья в понедельник 7 марта у нас с вами начинается великий пост и это событие предшествует празднику пасхи главному христианскому событию этот день народе называют еще и чистый понедельник так как люди в этот день очищались физически и духовно после праздника масленицы в народе в этот день чтят память святого маврикия военачальника из омопеи сирийской так так то сам же он известен еще и тем что пострадал за веру вместе с его сыном фатином и подчиненными ему воинами которых было около 70 во времена гонения язычников святой маврикии распространял веру великого христа сами же войны подверглись огромным и мучительным пыткам их отвели в огромное болото где были целые тучи комаров и ос привязали к деревьям и обмазали их тела медом вредители насекомые жестоко жалили воинов их мучила жажда и голод эти страдания продолжались около десяти дней но они не теряли веру не переставали молиться и славить великого христа бога пока наконец господь не прекратил их страданий и не спас воинов в маврикии в день хозяйки готовили черную уху свой окрас рыбный бульон получил благодаря необычным ингредиентам соленому огурцу рассолу и различным пряностям совершенно в этот день не подходит для приготовления ух и такая рыба как пескарь плотва вобла лещ скумбрия бычки и таранька большое значение имеет посуда в которой готовится уха юшка должна вариться только в такой посуде которая не окисляется на например в эмалированной или глиняной а вот алюминиевая или чугунная посуда для этого точно не подходит традиционно в уху кладут очень мало овощей и крупы или вообще их не кладут в разных регионах все-таки это по-разному так как она не должна быть густой а вот рыбы же наоборот должно быть очень очень много в этот день народ пристально смотрел за погодой обращал внимание на природу все для того чтобы уберечь себя от холодов или подготовиться к ближайшей теплой погоде и деревья действительно и в этом подсказывали помогали как никогда если тополь не успел еще развиться то лето обещала быть холодная а люди с большим посевом зорко смотрели за березой дело в том что если они на раньше распускалась во дворе чем клен то летом ожидали большую засуху а только концу приходили дожди а если ольха ранее распустит почки березы то ждали холодного дождливого лета когда же береза то сухого сами пасечники ждали расцвета орешника так как это был знак для них что пора ставить улья на пасеку и погода для этого будет точно располагать конечно же начинали и латать улья в этот день делает новые подставки для них доставать полок свое обмундирование и готовится к тяжелой и крепотливой работе в этот яркий добрый день люди наблюдали за первыми прилетевшими птицами такими были как правило скворцы жаворонки и ласточки обычно у жаворонков и скворцов какие у других птиц первыми добираются до родины самцы и встречают звонкими песнями своих подруг уже в обустроенном ими гнезде славяне безумно верили что первая ласточка и приносит на своих крыльях теплую и красочную весну а если даже в этот день мороз скрипел за окном дома то уже не будет замораживать считали что девушка которая видела первую ласточку должна была умыться молоком дабы сохранить свою красоту считали что если увидеть стаю грачей вот это к большому счастью и люди в большей радостью с большей радостью ждали когда птицы вернутся в родные края а вот если ласточка попросится в окно то в скором времени придет какое-то известие тоже значит если другие пить птицы бьются в окно новости будут непременно хорошими сама ласточка и издревле считалась символом удачи и успеха поэтому если вдруг эта птица свела гнездышко под крышей вашего жилого дома то его жители старались ее оберегать ведь если уж и произошло это событие то это значит в доме хорошая жена и добрая атмосфера но когда эта птицкая птичка резко покинула гнездо то это только к ненастью и бедам если 7 марта было солнце на безоблачном небе такое явление символизировал их скорым изменением погодных условий светло-розовый расцвет предвещал хорошую ясную погоду туман давал понять людям что будет влажный день а если погода холодно то лето будет дождливая говорили что в этот день нельзя сжечь свечи и даже гадать также хорошие хозяйки знали что нежелательно заметать пол 7 марта так как можно вымести из дома все счастье и приятные эмоции поэтому стоит уделить время себе в этот день отказаться от уборки и ежедневных нагрузок отдохнуть и выспаться будет идеальным решением в данной ситуации стоит в этот день отказаться и тру и от рукоделия тот кто будет шить вязать в дальнейшем будут ждать измены обманы и даже скандала гладить одежду тоже сегодня нельзя иначе ждет неудача сегодня можно забрать всю негативную энергию хозяина если вытираться его полотенцем самого детства нас учат что у каждого должно быть свое полотенце а когда вы отправляетесь в гости всегда нужно захватить с собой его для общего комфорта ведь вы используете его для лица рук и тела несмотря на международный женский день впереди 7 марта нельзя было зажигать свечи это может призвать неприятности или горе свечи это конечно хорошо это романтика это спокойствие и вообще на огонь можно смотреть вечно сейчас в магазинах продаются аналоги это свеча которая подает свет а со стороны выглядит как настоящее сегодня можно приобрести несколько штук и не переживать за последствия в будущем нельзя спать раздельно в эту ночь мужу и жене которые в браке меньше года иначе может произойти вскоре развод и вообще все что касается отдельно сна это глупо наоборот если вы обиделись на человека сделайте все возможное чтобы ложиться в постель и спать только вместе такие поступки только будут укреплять ваши отношения самое главное нужно проговаривать свои проблемы вслух и уступать друг другу конечно это очень сложно но мы с вами все учимся и благодаря с учебу знанием мы с вами достигаем новых и интересных знаний ну а именинники 7 марта у нас с вами афанасий вячеслав федор и конечно же филипп также сегодня еще 7 марта в понедельник его еще называют чистым понедельником и православная церковь рекомендует отказаться от пищи насовсем и употреблять только воду однако мы должны понимать что для этого поступка вы должны быть уверены что ваше здоровье это выдержит если нет такой строгий пост соблюдать все-таки не стоит в этот день всегда наши предки ходили в бане чтобы чтобы соблюдать чистоту тела также необходимо убрать все в доме протереть полы постирать грязные вещи помыть посуду они нужны и выбрасывайте в первый день поста хорошо бороться с вредными привычками и вы знаете в древности даже существовал определенный ритуал в рамках которого изгоняли дух масленицы брали раскаленный уголь брызгали на него раствор из уксуса и мяты а после этого окуривали их дом также можно сегодня и пересаживать растения если заняться именно 7 марта то тогда ваши растения будут хорошо расти и вы знаете сегодня такая такой был такая народная примета была или даже практика что говорили в этот день что под после масленицы нужно полоскать рот люди что делали люди набирали в рот водку и выплевывали ее таким образом считаю что мужчины а похмелялись после масленицы как мы уже говорили в этот день запрещалось есть пищу которая осталась после масленицы и отдавали нуждающимся или скармливали животным женщинам запрещалось ходить в гости не должны были заниматься делами по дому также нельзя в этот день отказывать в помощи нуждающимся сквернословить и выяснять отношения все это запрещено делать до конца поста и праздника пасхи далее друзья у нас с вами лунный календарь на 7 марта 2022 года по лунному календарю друзей нас с вами ожидает 5 6 лунный день растущая луна знаки зодиака телец вы знаете сегодня достаточно по лунному календарю активный день один из наверное судьбоносных дней этого лунного месяца потому что он хорош для осуществления всех ваших планов но в том случае если вы решительно настроены на успех этот день подход для кардинальных изменений во многих сферах но не за счет поиска новых возможностей а за счет улучшения и укрепления уже имеющихся новое хорошо в том случае если вы хорошо продумали все аспекты нововведения твердо уверены в том что именно они принесут вам благополучие вы знаете в какой-то степени этой гармоничный день во всех смыслах этого слова который примеряет разум и тело когда духовное развитие активно поддерживается физическим так что в этот день можно достигнуть хороших показателей занимаясь своим своим телесным и духовным здоровьем сегодня нужно тщательно проанализировать все свои жизненные позиции что-то пересмотреть от чего-то отказаться сменить направление мыслей если это конечно же необходимо если правильно настроить себя в этот день на волну добра любви и всепрощения то выбранное направление очень скоро самым наилучшим образом скажется на вашей жизни обязательно порадует вас в этот лу в этот день обостряется чувствительность когда интуиция может подсказать правильное решение особенно если это касается выбора вашего окружения или продуктов для постоянного меню прислушивайтесь в этот день к своему внутреннему я чтобы избежать досадных ошибок споре с доводами разума в этот день конечно же побеждает интуиция сегодняшний день очень хорош для дороги не совершайте в этот день и недобрых поступков даже если вам тяжело пожалуйста не переносите тяжесть на окружающих примите происходящее как данность со временем вы увидите что все чтобы не случилось все было к лучшему сегодня можно провести день на природе также сегодня хорошо помечтать а лучше всего соединить приятное с полезным провести день на природе мечтаниях и раздумьях в любом случае проведите день спокойной доброжелательной атмосфере создайте подходящую атмосферу сами что же касательно стрижки в этот день то стрижка наградит вас творческой энергией настроить на лучшее этот день считается днем преображения и очищения и мы рекомендуем сегодня уделить внимание обязательно своей внешности если вы еще не записались к своему парикмахеру сделать это прямо сейчас стрижка сделанная сегодня окажется именно той которую вы давно хотели и будут идеально гармонировать с вашей фигурой и стилем одежды положительные изменения в вашей внешности теперь чаще будут отмечаться коллегами и членами семьи освободившись от всего лишнего волосы получат больше питания и начнут выглядеть более живыми подравнивание кончиков волос к вам сегодня поможет избавиться от секущих кончиков раз и навсегда помните сегодня подстригая волосы вы избавляетесь от всего лишнего что способствует поступление новой энергии вашу жизнь у вас появится уверенность себе в лучшую сторону изменится и материальное положение не забудьте об оздоровительных процедурах сегодня это может быть особенно для вас полезным окраска волос знаете что именно окраска натуральными красителями поможет в развитии деловых связей волос лучше всего взбить высокую пышную прическу это привлечет природную энергию сегодняшний день может оказаться и роковым днем для тех людей которые ведут не благоприятный образ жизни поэт потому что любая задумываемая преступная акция будет раскрыта и повлечет за собой соответствующее наказание помните об этом вот такой друзья у нас с вами день 7 марта 1 рабочий понеделек на неделю кроме того нас ожидает друзья 8 марта будем верить все самое лучшее потому что мы божественные люди мы люди света любви и гармонии помните об этом с вами как всегда был канал эзотерика для тебя